По мере того, как наступало время сна, отец Соломона помогал мне лечь в кровать. — Маленький, хочешь о чем-нибудь поговорить? — спросил он, протягивая мне одежду. — Нет, все нормально, — ответил я угрюмо, скрывая страх, который испытывал. Мне хотелось броситься к нему и обнять его, я серьезно подумываю рассказать ему о том, что со мной происходит, но я не могу обратиться к нему раньше, чем к маме. Сделать ей такое — значит придать ее доверие и любовь. — Маме и так меня хватает разбираться с моим грубым поведением по отношению к другим в школе, не говоря уже о посещении педиатра, мы до сих пор не знаем результатов анализов и исследований, которые они мне сделали. Может быть, подтвердится какое-нибудь психическое заболевание, что я схожу с ума. — Мам, понимаешь, я схожу с ума, у меня очень яркие галлюцинации, я не могу больше нагружать ее жизнь, ты это знаешь, и ты тоже согласна. — Хорошо, но я хочу, чтобы ты знал, что можешь рассказать мне все, что захочешь, когда тебе это нужно, — сказал он, заканчивая закутывать меня одеялом. Он попрощался с нами, поцеловав нас, и выключил свет в комнате. Я вздохнул, глядя на белый потолок, усеянный флуоресцентными звездами, которые наклеил Соломон. С первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь шторы, я проснулся от голоса мамы Соломона, которая звала нас собираться в школу. Я медленно открыл глаза и потянулся, желая спокойного обычного дня. Однако тревожное чувство подсказывало мне, что все будет наоборот. Тревожное предчувствие охватило меня, пробудив все мои страхи и напомнив о прошлых переживаниях. От этой мысли у меня по коже пошли мурашки. Я встал с кровати, и мы направились в ванную, пытаясь избавиться от этого тревожного чувства. Я не мог игнорировать то, что приближается что-то неотвратимое и, возможно, ужасное. Под душем Соломон взял на себя роль старшего брата, пока мы болтали о планах на день и его беспокойстве по поводу выговора, который сделают ему родители за школьный отчет, который мы должны были взять домой подписанным. После душа и готовой к школе, я быстро заглянул в рюкзак, обнаружив там отчет, подписанный мамой. «Я не знал, что думать, сказать спасибо, мам, или готовиться к ранней смерти. Хорошего дня, дети», — попрощался с нами мистер Гальдштейн, оставляя нас в нескольких шагах от входа в школу. «Береги своего младшего брата», — наказал он Соломону. «Передай привет твоей маме», — сказал он очень любезно. «Попрощавшись с нами, я проводил его взглядом, желая пойти с ним, но это было невозможно. Проходя по школьным коридорам, я не мог избавиться от этого чувства беспокойства. Кто-то следит за каждым моим движением, ждет, когда я расслаблюсь, представляя момент моей наибольшей слабости. Я обернулся, но там никого не было. Когда я вошел в класс, чувство усилилось. Я слышал шепот, голоса, которые отдавались эхом в моей голове, предупреждая о приближающейся опасности. Я должен был их послушать, что что-то или кто-то преследует меня, скрывается в тени, ожидая подходящего момента, чтобы раскрыться. Что-то зловещее ждет меня. С этого момента представление о твоем мире рухнет на твоих глазах. Логика и невозможное столкнуться в эпической битве. И как только эта черта будет пересечена, пути назад не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова